В мире более 200 тысяч видов спорта. Некоторые из них совсем молодые, и многие из нас о них даже не слышали. Но это точно не про лыжероллеры. Соревнования по этому спорту проводятся в мире с 70-х годов XX века. По оценке международных специалистов, россияне подошли к организации соревнований по лыжероллерам более чем серьезно. Уровень их проведения был признан соответствующим самым высоким требованиям мирового спортивного сообщества. А прямо сейчас в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» тренеры готовят новых профессиональных лыжероллеров. В этом году у нас Никита Родионов стал победителем первенства мира среди юниоров и также призером и победителем соревнований первенства России. О достижениях спортивной школы «Атом» знает не только Саров, но и вся страна. Два призера Олимпийских игр, несколько мастеров международного класса, спортсмены, входящие в юниорский состав сборной России и в национальную команду. Получается, что у любого саровчанина есть возможность обучаться в этой спортивной школе и получать большой опыт заслуженных тренеров. Вообще можно заниматься с 7 лет. С 7 лет мы принимаем ребят в группы спортивно-оздоровительные, а затем уже с 9 лет переводим на программу спортивной подготовки. Это на этап начальной подготовки. В выходные на лыжной базе прошло 14-е открытые первенства Сарова положа роллером на призы администрации города. Это традиционные соревнования, которые проходят с 2007 года. В этом году участниками стали 116 спортсменов области. Второй день, в воскресенье завтра, у нас будет персют классикой. Персют – это как раз догонялки. То, что спортсмен проиграл на коньковой гонке, с таким отставанием он стартует за лидером. И в итоге тот, кто приезжает на финиш первый, тот и занимает, естественно, первое место. Единственная сертифицированная лыжероллерная трасса Нижегородской области находится в Сарове, поэтому именно наш город проводит такие мероприятия. Приезжим спортсменам нравятся эти условия. Однако соревнования не проходят так легко и идеально, как может показаться. Каждый сезон погодные условия меняются. Зимой – это метель, осенью, весной – холодный дождь. Мне понравилось свое выступление, я очень довольна своим результатом, но мне было очень тяжело ехать. Это достаточно трудно, из-за жары можно получить солнечный удар или еще что-то, но достаточно тяжело это переносится. Каждые 24 года в Сарове проводится либо чемпионат России по лыжероллерам, либо этап Кубка России. В сентябре планируется проведение первенства области по лыжероллерам и кроссу. Ульяна Скородомова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.